Тогда не стоит пробовать себя, то есть лучше остановиться, поднять велосипед. Если небольшой, то можно запрыгнуть с помощью руля, то есть раз, подпрыгнул, и нормально. Так начинающих велосипедистов учат переезжать бордюры. Перед экскурсией проводится небольшой инструктаж по правилам дорожного движения. Для новичков главное – понять, как правильно тормозить, говорят организаторы. Тормозим сразу двумя плавно тормозами, и правым, и левым. В случае, если нужно очень резко затормозить, правым тормозом резко. Левым мы не тормозим, в принципе, одним, потому что можно перелететь через руку. Маршрут проработан до мелочей, подойдет и любителям, и профессионалам. В целях безопасности в группе не больше 10 человек. За два часа удается объездить весь старый центр Харькова. Стоит такой велосипедистик в 80 гривен. В цену входит и транспорт. Когда мы проводим автобусные экскурсии, то большую часть верхних зданий, верхних этажей зданий мы не видим, потому что ограничивает автобус обзор. А когда едешь на велосипеде, то видно абсолютно все. Обзор очень хороший. Ну и кроме того, мы вообще думали как-то запускать экскурсию на кабриолете, так, чтобы обзор был классный. Но она очень дорогая. Маршрут следует от памятника основателям города Харькова к Газпрому, памятнику Шевченко, оттуда через Рыморскую, мимо Бурсатского спуска. Возвращаются экскурсанты через Пушкинскую. Всего велосипедисты успевают посмотреть около 20 пунктов. Среди них крупнейшая площадь Европы. Оказывается, она не была такой ровной. Здесь стояли различные небольшие такие здания неказистые. И в конечном итоге их тоже убрали и в конечном итоге равняли здесь полностью всю площадку. Самому юному участнику первой экскурсии 12 лет. Больше всего Виталия поразила история строительства Площади Свободы. Газпром был построен почти без помощи какой-либо техники. Площадки расчистяли вручную, вывозили это все лошадьми. В программе экскурсии – чаепитие на мансарде с видом на Полтавский шлях и набережную. Если осень в этом году окажется теплой, вилотуры будут организовывать до конца октября, преимущественно в выходные дни. Ирина Антонюк, Павел Кубраков, Медиагруппа «Объектив».